Может ли банк первым подать на банкротство? У вас могут быть затруднения с получением прожиточного минимума. Вас финансовый управляющий может завалить вопросами, а что, куда, как, зачем, почему. И здесь есть плюсы для вас. Вы можете опередить своего кредитора. Продолжение следует... А знали ли вы о том, что на ваше банкротство первым может подать ваш кредитор? К примеру, банк. А знали ли вы о том, что если он это сделает, то могут быть оспорены ваши сделки, быть продано имущество супруге, банк может претендовать на ваш официальный доход? Или же сейчас участились случаи, когда коллекторское агентство, выкупая долг, подает первым на банкротство должника? Если вы знали об этом, поставьте лайк. Если вы об этом не знали, напишите комментарий, что вам это не знакомо и какие у вас есть вопросы по этому поводу. Хочу вам разъяснить, что банк или иной кредитор вправе подать на ваше банкротство при условии. Во-первых, совокупный размер задолженности должен быть более 500 тысяч рублей, не учитываются финансовые санкции, пени, штрафы, какие-то штрафные проценты. Во-вторых, просрочка должна быть более трех месяцев. Вот когда должна быть просрочка более трех месяцев. Если ваш кредитор хочет подать на ваше банкротство или уже является заявителем по делу, то он должен выждать три месяца просрочки. Для гражданина этого делать не нужно, выжидать просрочку. В-третьих, банкам просуживать долг необязательно, чтобы подать на ваше банкротство. Иным кредиторам нужно, к примеру, если у вас кредитор физическое лицо, то прежде чем подать на ваше банкротство, он должен просудить долг. Так вот, если кредитор соблюдает все вышеназванные условия, он вправе, так же как и вы в свою очередь, подать на ваше банкротство и являться заявителем по делу. В чем плюсы для банка или иного кредитора, если банк или иной кредитор первыми подадут на ваше банкротство? Банк или иной кредитор будут выбирать саморегулируемую организацию из числа членов, в которой будет утверждаться финансовый управляющий. Простым языком, банк или иной кредитор будет выбирать финансового управляющего, который будет проводить процедуру вашего банкротства. А здесь уже и таятся все минусы. Если финансовый управляющий со стороны кредитора, то будьте готовы к тому, что финансовый управляющий будет вас трясти, как буратино. Финансовый управляющий будет запрашивать сведения по вашему имуществу, по имуществу супруги, даже если был развод, по сделкам, по всем операциям, которые вы совершали по всем вашим картам и счетам. Финансовый управляющий даже может выехать по месту вашей регистрации для описи имущества. У вас могут быть затруднения с получением прожиточного минимума. Вас финансовый управляющий может завалить вопросами, а что, куда, как, зачем, почему. И самое ключевое, что финансовый управляющий может по итогу процедуры подать ходатайство в суд о неосвобождении вас от долгов. И честно хочу сказать, динамика сейчас идет в рост, когда кредиторы становятся более активными и возбуждают первыми процедуру банкротства по долгам своих заемщиков. Кредитором может быть не только банк? Кредитором может быть банк, коллекторское агентство, физическое лицо, юридическое лицо, кто угодно. Процедура та же самая, то есть можно присоединяться долгов к физическому лицу? Процедура та же самая, но если заявителем по делу выступает банк и со стороны банка финансовый управляющий в дело назначается, то большая вероятность, что суд может долги с такого гражданина не списать. Но есть и вероятность, что суд спишет долги, то есть она тоже имеет место быть. Если реально гражданин добросовестный, никакого умысла не преследовал, имущество не переоформлял, ничего не прятал, просто у него что-то тяжелое в жизни произошло. На практике, когда кредиторы подают на банкротство физического лица первыми. Часто встречается, когда кредитор является заявителем по делу, если кредитор физическое лицо, то есть он первым возбуждает процедуру банкротства, потому что приставы бездействуют, приставы не могут оспорить сделки, приставы не продают имущество супруге, не производят раздел совместно отжитого имущества. Далее это может быть залоговый кредитор, когда есть дорогостоящее залоговое имущество. Далее это может кредитор подать первым на банкротство, когда кредитору известно о том, что вы выводили активы, то есть переоформляли свое имущество. И сейчас на практике участились случаи, когда коллекторские агентства, выкупая долги, возбуждают дело о банкротстве по своим должникам. Простым языком, они первыми подают заявление о банкротстве по своим должникам. Вот буквально было несколько обращений от потенциальных клиентов, на них кредитор, коллекторское агентство подало заявление о банкротстве. Хотя ситуации у клиентов довольно-таки типичные и простые. Если вам моя информация полезна, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, я каждую неделю для своих подписчиков провожу прямой эфир и отвечаю на вопросы в прямом эфире. А также, чем я могу быть для вас полезна, чем я могу вам помочь. Во-первых, я провожу со своей командой процедуры банкротства по всей России, под ключ и до результата, защитой от коллекторов и с сохранением имущества, если это возможно сделать. Консультация бесплатная, контакты будут в описании. Консультация бесплатная только для тех граждан, кто еще не работает с юристами и не в процедуре. Также я обучаю юристов, как стать экспертами в банкротстве физических лиц и зарабатывать за одно дело от 77 тысяч 500 рублей, помогая при этом гражданам списать все долги. Я разбираю аспекты, как привлечь клиентов, как работать с клиентами и все юридические тонкости банкротства физического лица. Подробности в описании. А также, кто хочет ознакомиться самостоятельно с темой банкротства, у меня есть лекция по самостоятельному банкротству, как самостоятельно подать документы на банкротство и найти арбитражного управляющего. Все образцы документов будут приложением к лекции. А также у меня есть лекция банкротства от А до Я. Все тонкости и нюансы. Приобрести за 990 рублей вы можете по ссылке под этим видео. Так почему кредиторы подают первыми на банкротство физического лица? Но про финансово-управляющего и выбор саморегулируемой организации я уже сказала, что процедура будет подконтрольна кредитору. А во-вторых, кредиторы хотят получить удовлетворение своих требований за счет продажи имущества должника, за счет оспаривания сделок, за счет совместно нажитого имущества, за счет официального дохода должника. То есть кредиторы нацелены на то, чтобы получить максимум денег от своего заемщика и по итогу от долгов его не освободить. Потому что если суд при завершении процедуры от долгов гражданина не освободит по ходатайству финансово-управляющего, то банк или иной кредитор получает заново исполнительные листы и идут к приставам взыскивать остатки денег. Еще что немаловажно знать, что кредитор в принципе не будет нести никакие расходы за процедуру, если в вашем деле будет конкурсная масса. Конкурсная масса формируется за счет продажи вашего имущества, за счет разницы между официальным доходом и прожиточным минимумом, который вы будете получать в процедуре, а также за счет оспаривания сделок, за счет совместно нажитого имущества и даже за счет оспаривания сделок, если сделки совершала супруга. И я нахожу этому все больше подтверждений. И если финансово-управляющий сформирует эту конкурсную массу, предположим, оспорит сделку или продаст какое-то имущество, или просто накопит разницу за 6 месяцев или больший срок между вашим официальным доходом и прожиточным минимумом, который вы будете получать в процедуре, то за счет этих денег, скопленных, финансово-управляющий может погасить все расходы по делу и компенсировать вознаграждение кредитору, который внес в депозит, а это 25 тысяч рублей, напомню, и все расходы на публикации, на почту и иные расходы. Тем самым кредитор понесет расходов за процедуру 0 рублей. А если вдруг в вашем случае не будет конкурсной массы, и вы голы как соколы, то кредитор просто несет расходы, так скажем, использует последний шанс, чтобы взыскать с вас по максимуму. Ведь кредитор так или иначе будет тратить деньги на то, чтобы взыскать с вас долги. Будет платить госпошлину, будет подавать в суд, будет нанимать юристов, чтобы взыскать долг через приставов. Даже если финансовый управляющий не найдет ваше имущество, не оспорит сделки, не сформирует конкурсную массу, и кредитор понесет расходы, то, что он возбудил дело по вашему банкротству, то я ранее говорила, финансовый управляющий может подать заявление о неосвобождении вас от долгов. И по итогу, да, кредитор понесет расходы за то, что возбудил дело по вашему банкротству, но получит исполнительные листы и дальше может вас доставать и взыскивать долг через приставов. Самый худший вариант для кредитора, что не будет конкурсной массы, что кредитор понесет расходы, и что суд спишет с вас долги. Но еще раз замечу, что кредитор так или иначе несет расходы за то, что вы не платите свои обязательства. И чтобы суд по итогу списал с вас долги, если вам стало известно о том, что в отношении вас было возбуждено дело о банкротстве вашим кредиторам, а вы должны будете об этом узнать, рекомендую вам нанять юристов. Так как вам в обязательном порядке нужно будет представить отзыв к дате судебного заседания, плюс, скорее всего, придется отстаивать ваши интересы и доказывать вашу добросовестность суду и управляющему. Плюс нужна будет помощь в получении прожиточного минимума и, скорее всего, обжаловании тех или иных действий финансово-управляющему. Что делать, чтобы избежать тот факт, что ваш кредитор подаст на ваше банкротство первым? Подать вам, как гражданину, заявление о банкротстве, то есть являться заявителем по делу вам. То есть вы будете возбуждать в отношении себя процедуру банкротства. И здесь есть плюсы для вас. Вы можете опередить своего кредитора. Так как кредитору нужно ждать три месяца просрочек, а вам ждать не нужно. Вы можете подать на свое банкротство, даже предвидя его без просрочек. И саморегулируемые организации в заявлении о банкротстве будете выбирать также вы. Или же юристы будут выбирать, с кем вы будете работать. Хочу сделать выводы по этой теме. Да, было время, когда кредиторы не были активны. Когда заявителями по делу в общей массе были должники. То есть сами должники подавали на свое банкротство. Но хочу заметить, что практика меняется. Кредиторы стали более умными и стали использовать инструмент банкротства с целью взыскания, максимального взыскания долгов своего заемщика. И чтобы обезопасить себя и быть спокойным, я рекомендую, если вам тяжело или нечем платить ваши кредиты, подавать на свое банкротство первыми. Как этого и требует закон, если у вас совокупный размер задолженности более 500 тысяч рублей. Напомню, что вы, как гражданин, обязаны подать на свое банкротство в течение 30 рабочих дней, если у вас совокупный размер задолженности свыше 500 тысяч рублей и есть хотя бы одна просрочка. Это пункт 1 статьи 213.4 закона о банкротстве. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Еще раз попрошу, поддержите меня, поставьте лайк, а вопросы задавайте в комментариях. Субтитры подогнали Симон.